С 29 июня прошлого года Росреестр и МФЦ успешно перешли к новому порядку работы, который формируется в электронном виде. Мы перешли на безбумажный документ оборот с многофункциональным центром предоставления государственных муниципальных услуг, МФЦ в нашем понимании. Именно с этой даты для осуществления регистрации прав, кадастрового учета, бумажные документы, за исключением документарных закладных, государственным регистраторам не передаются от слова совсем. Еще одно нововведение – закон о микродолях, вступивший в силу с 1 сентября 2022 года. О чем идет речь? О том, что нельзя совершать сделки с долями и выделять доли в жилых помещениях, которые в перерасчете на квадратные метры по отношению к площади меньше 6 квадратных метров. То есть законодательно введен прямой запрет на совершение таких сделок. Но и здесь есть ряд исключений, говорят в Росреестре. За исключением тех случаев, когда это имущество передается по наследству, понятно почему, и за исключением тех случаев, когда жилое помещение приобретается с использованием средств материнского капитала, либо приобретается в порядке приватизации, то есть перехода из государственной муниципальной собственности в частную. А эта новость касается всех дачников, а также тех, кто планирует приобрести земельный участок. Так называемая дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года. Изменения касаются и в части упрощения порядка регистрации в отношении объектов бытовой недвижимости, включая дачные дома и участки. Если дом был построен до 14 мая 1998 года, и на него отсутствуют вообще любые документы, которые подтверждают какие-либо права, у владельцев этого дома есть право на обращение в орган местного самоуправления за получением бесплатно в собственность земельного участка под этим домом, и, соответственно, последующее оформление прав на этот дом на основании только технического плана и декларации, которая входит в состав технического плана. С марта 2022 года государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности осуществляются в сжатые сроки для удобства самих граждан. Если раньше эти сроки в среднем составляли от недели до 12 дней, то сейчас процедура оформления документов занимает значительно меньше времени. Сроки учетно-регистрационных действий были сокращены в отношении объектов бытовой недвижимости. По тремя рабочими днями ограничен срок осуществления кадастрового учета и регистрации прав в отношении объектов бытовой недвижимости. Еще было принято решение о сокращении срока до одного дня по документам, которые вошли к нам в электронном виде. И напоследок немного статистики. За 12 месяцев прошедшего года в многофункциональных центрах региона было зарегистрировано 659 768 сделок о праве собственности, включая постановку на кадастровый учет. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Галина Жукова, Сергей Артемов, 41 канал.